Рядом с ним на четвертой позиции под 16 номером Тимофей Марука в поселок Тельмана. На третьей линии стартовой решетки под восьмым номером Глеб Максюта из Краснодара. Рядом с ним на шестой позиции под номером 33 Владислав Забудько, город Москва. Четвертая линия стартовой решетки, седьмая позиция у Дмитрия Игнатова, город Москва. И рядом с ним на восьмой позиции под номером 88 Андрей Дубынин из Братска. Вы представляете, какая шикарная, красивая география у участников наших соревнований. На девятой позиции под номером 21 Олег Суворов из Москвы. Десятку замыкает Максим Орлов из Москвы, стартовый номер 15. Далее Иван Александров, город Выборг, стартовый номер 17. Двенадцатая позиция у Ильи Попелыша из Красногорска. Тринадцатая позиция Илья Бухарцев, номер 77 Москва. Кирилл Поченков из Новосибирска под номером 78, занимает 14 позицию. Владимир Верхоланцев, Пермь, 48 номер. На шестнадцатой позиции Ариэль Элькин, номер 25 из Симферополя. Вячеслав Олосянкин, город Москва, 59 номер, 17 позиция. Федор Пираторов из Москвы под номером 99, занимает 18 позицию. И еще два москвича Валентин Туренков, номер 55, и Александр Губенко, номер 18, на 19 и 20 позиции соответственно. А далее Илья Дунин из Батайска, номер 26. Матвей Цветков, номер 22, город Сочи, на 22 же стартовой позиции. Тигран Бунатян из Москвы, под номером 14, на 23 позиции. Кирилл Куцков из Москвы, под номером 34, на 24 позиции. Александр Плотников, город Новосибирск, номер 39. Клементий Пескунов, Владивосток, номер 24. Никита Коронатов, Санкт-Петербург, номер 27. Андрей Вахонин, город Москва, номер 73. Итак, дамы и господа, внимание, 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 поехали. Дорогие друзья, начался, начался первый финальный заезд в классе мини. Сразу в стартовом бираже у нас едва-едва мы не потеряли одного из участников. Тем не менее, продолжается движение. Вот такая плотная группа ведет борьбу за лидерство в этом заезде. И номер 54. Номер 54, стартовавший с пол-позишен, Олег Каменев из Новосибирска, ведет за собой преследователей. Но рядом, совсем рядом, практически дышит ему в спину 16 номер. Это Тимофей Маруков из поселка Тельмана. Он идет на второй позиции и тут же по ходу заезда обороняется от атак своих соперников. Это 30 номер. Никто иной, как Генрих Дюков из Ростова-на-Дону. Генрих Дюков сейчас на третьей позиции. Как говорится, выбирает удобный момент для атаки. Дмитрий Игнатов пока на четвертой позиции. Десятку сильнейших. Замыкает 88 номер. Дубынин. Да. Андрей Дубынин из Братска. Каменев, Маруков, Дюков, Игнатов, Дегтярев, Александров, Попелыш, Поченков, Забудько, Дубынин, Суворов, Максюта, Орлов. Вот так вот выглядит группа лидеров, отправившись на второй круг. Лидер заезда по-прежнему уверенно себя и спокойно чувствует во главе Пелетона. И сразу три преследователя готовы в любой момент рвануть в атаку. В лучшее время на первом круге показал Олег Каменев. Пятьдесят четвертый номер. Одна минута шесть и тридцать три сотых секунды. Одна минута шесть и тридцать три сотых секунды. Олег Каменев. Город Новосибирск. Представитель команды Прима Рейсинг сейчас ведет за собой тройку преследователей. Не удалось ему на первом круге оторваться от соперников. И тем не менее, пока сохраняет лидирующую позицию наш сибиряк. Отличная борьба, красивая борьба по ходу всего заезда. Есть у нас в районе пятого поста вылет. И сейчас, конечно же, очень многое будет зависеть от действий наших служб и, разумеется, наших медиков. Ну, а пока мы видим, крупным планом разворачивается борьба в группе лидеров. Пока удерживает, удерживает Олег Каменев лидирующую позицию. Но попытка атаки со стороны Дмитрия Игнатова была налицо. Вот, пожалуйста, красивый маневр. И на первую позицию прорывается Дмитрий Игнатов. Москва. Пятьдесят четвертый номер. Олег Каменев пока на второй позиции. Не знаю, как долго он будет решаться на рокировку для того, чтобы вернуться на первую позицию. Пока он второй. Итак, лучшее время на втором круге показывает Генрих Дюков. Тридцатый номер. Одна минута 4,96 секунды. Одна минута 4,96 секунды. Десятку сильнейших сейчас замыкает тридцать третий номер Владислав Забудько. Город Москва. Дмитрий Игнатов. Представитель московской команды «Серебряный дождь». Красиво, спокойно, хладнокровно вырвался вперед. И сейчас ведет за собой соперников. Но, пожалуйста, мы видим, как сейчас практически на заднем бампере у него завис шестнадцатый номер. Это Тимофей Марков из поселка Тельмана. И в любой момент Тимофей также способен пойти в атаку. Тем более, что тут активизировался и тридцатый номер. Генрих Дюков. Пожалуйста, смена второй позиции. И Генрих Дюков сейчас преследует лидера заезда Дмитрия Игнатова. Шестая позиция у Александрова. Седьмая у Максюты. Восьмая у Дегтярева. Девятая у Дубынина. И я думаю, что еще не все сказал господин Забудько. Тридцать третий номер. Владислав Забудько. Город Москва пока на десятой позиции. Но все еще может измениться. Правда, времени остается немного. Восемь кругов дистанции заезда. Восемь кругов должны преодолеть участники этой схватки. Пока удерживает. Удерживает лидирующие позиции. Шестой номер. Дмитрий Игнатов. Город Москва. Дюков. Вторая позиция. С отставанием. Восемь сотых секунды. На третий Каменев. Отставание. Пятнадцать сотых секунды от лидера. А далее. Маруков. Попелыш. Александров. Дубынин, Максюта, Дегтярев, Забудько, Орлов, Поченков и Суворов. С отставанием в три целых и семь десятых секунды от лидера заезда. И вновь плотная группа. Красивая борьба. Вы смотрите, какие рокировки. Едва и едва у нас не вылетел тридцать первый номер. Илья Попелыш. И выбывает он из борьбы. Как раз на Синовальчике сейчас будет отдыхать. Боже ж ты мой. Это было достаточно серьезно. И все-таки на первой позиции Дмитрий Игнатов. Дамы и господа. Дмитрий Игнатов. Лидер заезда. Но тут же включает все свои резервы. Шестнадцатый номер. Тимофей Маруков. И прорывается на лидирующую позицию. Крупным планом. На ваших мониторах. Борьба в середине Пелетона. И Тимофей Маруков. Шестнадцатый номер. Новый лидер заезда. Тимофей Маруков. Шестнадцатый номер. Поселок Тельмана. Игнатов на второй позиции. Александров на третий. Каменев на четвертый. Дубынин у нас замыкает пятерку сильнейших. Вот такие у нас происходят рокировки. Такие происходят события по ходу борьбы. Не сдается Дмитрий Игнатов. В любой момент он готов вырваться вперед. По крайней мере обозначает борьбу и свои претензии на победу в этом заезде. Шестнадцатый номер. Тимофей Маруков. И вот, пожалуйста, потрясающую скорость показывает Дмитрий Игнатов. Показав ее на втором круге. Затем на пятом. Но вот сейчас он на второй позиции. И готов в любой момент атаковать лидера заезда. Крупным планом на ваших мониторах борьба за первую позицию в этом заезде. Закрывает за собой калитку. В каждом вираже старается контролировать действия своего преследователя. Лидер заезда Тимофей Маруков. Дмитрий Игнатов в воздушном мешке. Сейчас готов на широком участке трассы вырваться вперед. На классе, как говорится. Пожелаем ему на этом поприще удачи. А пока его отставание всего-то навсего семь сотых секунды. Предпоследний круг. Предпоследний круг. И я думаю, что самое интересное, самое главное будет происходить на последних метрах дистанции. Тимофей Маруков, представитель команды Невокарт на позиции лидера. И Дмитрий Игнатов пока только приглядывается к возможности атаковать лидера заезда. На 14-й позиции 77-й номер Илья Бухарцев из Москвы. Его преследует 25-й номер. Это никто иной, как Ариэль Илькин из Симферополя. Но самое-то главное у нас происходит в середине пелетона, где каждый из спортсменов зарабатывает зачетные баллы и, конечно же, старается финишировать на более выгодной позиции. Итак, дамы и господа. На финишном круге, на финишном круге участники заезда. Отставание Игнатова прежнее, 7 соток секунды, сохраняет вот этот минимальный, минимальный отрыв от лидера Дмитрий Игнатов. На третьей позиции у нас Каменев, на четвертой Александров, Дубынин на пятой позиции. И вот, пожалуйста, смотрите, какие интересные изменения, какие интересные события происходят по ходу гонки на первую позицию. И сейчас вырывается 54-й номер, друзья мои. Олег Каменев, город Новосибирск. Большую часть заезда он отсиживался в тени. И вот только сейчас на финишном круге вернулся на позицию лидера, но тут же на торможении, на вираже вперед прорывается. Никто иной, как Дмитрий Игнатов и борьба жесткая, красивая, но тем не менее борьба. 16-й номер Тимофей Маруков теряет позицию и не удалось ему финишировать в призерах. Игнатов, Дубынин, Александров, Максюта, Дегтярев, Каменев, Забудько, Орлов, Поченков, Суворов, Цветков, Верхоландцев, Элькин. Именно так выглядит группа лидеров, которые уже финишировали в этом заезде. Наш именинник Владислав Евсенин приветствует финишеров к лечатым флагам. Первый финальный заезд, первый заезд первой финальной серии завершился, с чем я вас и поздравляю, дорогие друзья. Итак, заключительный день соревнований на очередном этапе чемпионата первенства Российской Федерации по картингу образца 2016 года, который проводится на трассе картодрома Атрон в Рязани, завершился. Итак, результаты первого финального заезда в классе мини выглядят следующим образом. Дмитрий Игнатов, первая позиция, Андрей Дубынин, вторая, Иван Александров, третья, Глеб Максюта, четвертая, Тимофей Дегтярев, пятая. Только лишь шестым финишировал Олег Каменев, который имел реальную возможность стать победителем заезда. Владислав Забудько на седьмой позиции, Максим Орлов на восьмой, Кирилл Поченков девятая, в десятке сильнейших Олег Суворов, 21 номер, город Москва. Вслед за ними финишировали Матвей Цветков, 22 номер, Владимир Верхоланцев на 12 позиции, Ариэль Элькин финишировал 13-м, Илья Бухарцев добрался до финиша 14-м, а далее Александр Губенко, Валентин Туренков, Тимофей Маруков, только 17-й, вы представляете, Тигран Бунатян на 18-й позиции, Федор Пираторов финишировал 19-м, двадцатку лучших замкнул Кирилл Кусков, 34-й номер, город Москва. Александр Плотников на 21-й позиции, Илья Дунин на 22-й, вслед за ними Клементий Пескунов, Никита Коронатов, Андрей Вахунин, Генрих Дюков, Илья Попелыш и Вячеслав Волосянкин. Вот эта тройка, Генрих Дюков, Илья Попелыш и Волосянкин так и не добрались до финиша. Обидно, досадно, но что поделаешь.